Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите программу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про общественный контроль, что это такое, в какие формы сегодня он преображается и существует ли он вообще в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Итак, наши гости сегодня Светлана Геннадьевна Налепова. Светлана Геннадьевна у нас ответственный секретарь общественной палаты Одинцовского района, а также Надежда Николаевна Котович. Надежда Николаевна, член комиссии по социальной политике. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали, несмотря на погоду такую, не февральскую, прямо скажем. Сегодня мы с вами поговорим об общественном контроле, как я уже говорил. И вопрос этот на самом-то деле довольно актуален на сегодняшний день. Нередко его поднимают и на прямых линиях с первыми лицами государства, нередко о нем говорят в средствах массовой информации и так далее. О том, что общественный контроль необходим. О том, что общественный контроль это показатель легитимности власти, это показатель того, насколько корректно работают наши коммерческие какие-то организации, предприниматели и так далее. Но давайте начнем вот с простых и понятных вещей. А что такое вообще общественный контроль? Можно я? Прошу. Общественный контроль это наблюдение за органами власти, например, именно субъектов общественного контроля, общественной палаты в данном случае мы рассказываем. Это наблюдение за какими-то другими, иными организациями, коммерческими, как вы говорите. На предмет соответствия, там, соблюдения законов, законодательства Российской Федерации и на предмет проверки ненарушенной лиги-то права наших жителей, насколько это оптимизировано, насколько соблюдаются полномочия и эффективная деятельность, например, органов местного самоуправления. Ну, обычно это вот основная функция. Ну, знаете, вот создается такое впечатление, что в принципе, что такое общественный контроль, даже из названия, да, это контроль общества за, ну, какими-то механизмами, которые вот в нем работают, вращаются какие-то шестеренки, там, например, опять же, коммерческие организации и так далее. Ну, не может же все общество брать и контролировать что-то? Наверняка всегда есть какие-то представители, каких-то инициативных групп и так далее. Не может же действительно любой человек без записи, без всего прийти, там, например, в администрацию и начать там контролировать что-то? Ну, последние изменения законодательства об общественном контроле у нас в Российской Федерации говорят о том, что общественным контролем может заниматься в принципе сейчас только общественная палата Московской области и муниципальной общественной палаты. Это связано с тем, что ранее было выявлено множество злоупотреблений, ну, общественным контролем в этом направлении общественными организациями. Но соглашусь с вами, действительно, мы не можем справиться самостоятельно с этим вопросом и нужно дать должное общественным организациям. Они не случайно организовываются, в них есть уникальные специалисты, которые разбираются в тех или иных вопросах. И у нас в составе как членов, так и экспертного состава есть много организаций общественных, их руководители входят в состав экспертный и основной. И мы проводим многие направления общественного контроля совместно с ними уже. Например, то есть есть вопросы по предпринимательству, есть вопросы, связанные с инвалидами. Это работают уже специализированные организации. И специально есть комиссия у нас? Да, есть специальная комиссия по общественному контролю. И открытости власти. Здесь в основном вопрос по работе органов местного самоправления. То есть по правомерности каких-то решений, открытости власти и противодействию коррупции. Вот у них вот такая специальность. То есть получается, что если мы говорим именно об общественной палате, предположим, Одинцовского района, потому что вы сейчас апеллировали к определенному закону, как раз таки получается, что наша общественная палата входит в список тех организаций, которые имеют право общественным контролем заниматься. Получается, что она является своего рода в том числе аккумулятором представителей других общественных каких-то движений, организаций и так далее. Правильно? Правильно. Вообще, в принципе, у общественной палаты есть сформулированные вопросы общественного контроля. Они вот за вот эти полтора года, которые мы работаем, сформулированы в основном из обращений. И мы, соответственно, видим ситуацию из каких-то наших наблюдений, с которыми мы работаем постоянно. Но немало вопросов нам приносят и общественные организации. И мы их тоже включаем в повестку, в число вот этих вот общественных вопросов общественного контроля, которые для нас сейчас важны. Ну, как это вообще происходит, да? В виды общественного контроля входит общественная проверка. Чаще всего это по обращению или по инициативе общественной организации. Производитель общественной организации с представителем общественной палаты выезжает на проверку. Это различные рейды, я думаю, Надежда может рассказать. Обсуждение. Круглые столы вы имеете в виду некоторые, да? Да, мониторинги. Да, второй вид — это мониторинг. Мониторинг — это когда есть какой-то вопрос, и мы на нескольких объектах проверяем, как это происходит. Например, мониторинг цен в аптеках. В магазинах, я так понимаю, некоторые рейды сотрудниками правоохранительных служб и так далее, да? Да, это вопрос общественного контроля, который постоянно нам входит в список. И вот, Надежда, расскажите, пожалуйста. Хорошо. Да, ну, так как наша комиссия называется «Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям, уровню и качеству жизни населения». И первое слово это у нас по медицинскому обеспечению, да? Да, но мы как-то больше все-таки внимания уделяем социальной политике. Дело в том, что... А социальная политика — это, можно сказать, ну, все стороны жизни нашего общества. Правильно? Это и цены, и в магазинах, и в аптеках. Это и готовность наших медицинских учреждений к оказанию медицинской помощи. Это и готовность наших медицинских учреждений в каких-то особых условиях оказывать соответствующие услуги. Например, сейчас вот была эпидемия гриппа. Правильно? Мы мониторили медицинские учреждения по готовности в соответствии с эпидемией. Ну, и аптеки на наличие масок, то есть целых целых лекарств. Это и мониторинг по доступной среде, по пассажирскому транспорту, который обеспечивает нас, значит, своими услугами. Это и доступности среды, это и цены в сетевых магазинах, и в обыкновенных, и в простых магазинах, которые не являются сетевыми. Так как на ряд продуктов, мы знаем, существует определенный скид, определенная надбавка на цены. Это особо значимые продукты считаются. Это молоко, мука, масло растительное. Ну, да, 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 первые необходимости. Так, это и цены в аптеках на медикаменты. Потому что, уже мы говорили, и я, наверное, уже повторяюсь, не первый раз в эфире, тоже большой перечень медицинских препаратов, он находится на доступной такой цене. То есть, на эти медицинские препараты нельзя делать надбавку больше, чем она установлена законом. Ну, и, в принципе, и вообще в организации, в государственной и муниципальной организации, по которой нам приходят обращения, мы тоже с проверками приходим. Это и паспортный стол наш, Одинцовский, это и служба судебных приставов. Вы понимаете, работа у нас очень многообразная, и вопросов очень много. И если вот говорить о работе, то, наверное, нет такой вот области, да, в работе, в которую бы не вмешивалась в своей работе общественная палата с тем или иным вопросом. Да, даже коммерческие организации на предмет нарушения трудовых каких-то. Да, 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 да. Соблюдение трудового законодательства, тоже мониторинг мы проводили, потому что очень много обращений по несоблюдению трудового законодательства среди именно коммерческих структур. А к вам чаще все-таки именно обращаются люди, которые считают, что они стали жертвой в своего рода нарушения трудового договора? Или это такой выборочный характер случайного рода? Нет, это, конечно, обращаются люди, чьи права были нарушены. И которые уже обращались в соответствующие инстанции, но не получили должной поддержки. Как они думают. Да, как они думают. Ну и в основном это и соответствует действительности, они не получили на самом деле. И к общественной палате, к общественной палате прислушиваются. И те акты, которые мы составляем после окончания общественного контроля, да, но ведь общественным контролем это большой вид деятельности, да, я хочу сказать, что реагируют, реагируют органы и государственной власти, и органы муниципальных организаций, муниципальные организации. Тут у нас есть еще такой инструмент, и если у нас есть серьезный вопрос, мы видим, инициативные группы к нам выходят, да, и общественные какие-то советы, и мы видим, что просто проверка не дает результатов, мы вызываем, вызываем, приглашаем на круглый стол органы местного самоуправления, которые в соответствующем поселении, а также представители администрации Ницовского района и соответствующих слуг, в том числе и надзорных, приходят и решают все вопросы, и у нас уже наш акт переходит в протокол со сроками, и дальше общественный контроль переходит в следующую стадию, проконтролировать, как вот эти вот решения протокола соблюдаются, не всегда соблюдаются. У нас много вопросов на общественном контроле, именно выполнение своих обидов с застройщиками, например. То есть это вот активно. Да, недобросовестность. В связи с тем, что у нас сейчас ситуация у застройщиков, вообще в бизнесе тяжеловато. Светлана Геннадьевна, достаточно, все-таки уже немало времени функционирует общественная палата нового набора. Насколько вот на сегодня уже, можно сказать, что установлена или не установлена связь именно с властями и с правоохранителями? Насколько вот они действительно оперативно и с желанием работают с вами под каким-то вашим приглашением на круглые столы и по конкретным вашим актам составленным и так далее? Я, наверное, по-другому скажу. К нам прислушивается. Сейчас неявка на круглый стол по приглашению, это уже редкость. Да, то есть это уже какая-то сильная уважительная причина есть. И вот спасибо за это, да, что власть реагирует со всех сторон и даже коммерческие организации, как они сначала, может быть, относились осторожно к общественной палате. Очень серьезно, я считаю, отреагировали многие организации после рейдов с алкоголем. Допустим, те объекты, которые мы точно знали, что есть нарушения, после сообщения в СМИ о рейдах, ну то есть мы обзваниваем, спрашиваем, обратную связь, прекратили свои нарушения, например, уже заранее. То есть это, я считаю, результат. То есть слышат деятельность, видят. Вот такой вот плюс. Так что, я думаю, в этом направлении... То есть, поменьше мер, работа уже налажена, какие-то дороги там канатные проложены? И у нас как процедура немного нам уже наладилась, мы уже знаем, как правильно пригласить, какие документы направить. И есть определенные регламентированные сроки, которые мы стараемся соблюдать. Мы же знаем особенности тоже, требования уже и органов власти. Но я считаю, что все-таки у нас взаимодействие с общественными организациями, вопрос вот в этом, вот этот сейчас, он налажен максимально с теми, кто уже в составе палат или в экспертном составе общественной палаты. Но мы можем взаимодействовать с общественными организациями, даже если вы не являетесь экспертом. Мы активно работаем с общественными советами, например. Потому что иногда приходят инициативные группы и говорят, мы будем консультантами, экспертами, например. Но они приходят с какого-то определенного поселения. А у нас нет такой специфики. Мы должны, если мы работаем по какому-то направлению, у нас нет. Если вы работаете в определенной комиссии, вы будете по всему Десовскому району именно по этим вопросам. То есть не только там в Трехгорке по парковкам, сразу проблема, да, звучит вы, по парковкам решаете вопрос. Вы смотрите, как дела с этими парковками в Одинцово и в других поселениях каких-то крупных, что происходит. А общественные организации, они с какой-то спецификой приходят. И те же самые инициативные группы с каким-то, допустим, поселением. И сейчас мы для того, чтобы, может быть, как всегда, повысить эффективность работы, и в том числе в связи с именемым законодательством общественного контроля, приглашаем для сотрудничества общественные организации. Создавляем реестр, пополняем и будем создавать совет общественных организаций при общественной палате. А что вообще должна собой представлять общественная организация, чтобы действительно в этот реестр попасть? Есть ли там какой-то, может быть, предел, я не знаю, по численности состава? Что вообще собой представляет общественная организация? Нет, никакого предела нет. Мы будем работать со всеми активными жителями, которые объединяются. Это могут быть инициативные группы. Есть, я знаю, уже несколько организаций, которые активные общественники. Сейчас организовывают общественные организации. Мы готовы с ними работать и сейчас, и на этом этапе. В чем, наверное, особенность? Вот в направлении общественного контроля у нас уже есть определенные, которые из обращения были, которые общественники. Но сейчас у нас есть возможность, когда общественные организации приходят с предметом общественного контроля, и мы уже соединяем в комиссии, в коммуникации, они могут уже работать в этом направлении. Во-первых, это соблюдение закона, да, и всем спокойно, потому что мы же их знаем, мы же с ними знакомимся, не просто с первыми попавшимися людьми, которые там, коммерческая организация против коммерческой организации, да, больше всего чего боятся. Соответственно, с ними работаем и проверяем факты, присутствуют в комиссии члены общественной палаты. И мы, соответственно, учитываем, может быть, даже вот эту вот активность общественных организаций. Поэтому всех приглашаем к сотрудничеству. Телефон и электронный адрес, соответственно, секретаря доступен на сайте общественной палаты. Скажите, ну понятно, что, то есть, другими словами, через вас, конечно, какие-то общественные организации могут свои вопросы поднимать, да, те, с которыми они профессионально, можно сказать, да, работают специфически. А что касается вот обычных граждан, если люди, обычные, действительно, газеты обнаружили то, что, по их мнению, может вызвать... Ну, во-первых, это все... Во-первых, есть обращение в общественную палату. Эта возможность остается всегда и всегда будет. Более того, все мероприятия общественной палаты, особенно заседания, да, потому что большой зал, это в актовом зале мы чаще всего собираемся, они проходят в открытом режиме. Можно всегда прийти и послушать, по каким направлениям сейчас работает общественная палата. А может ли, скажите, вот обычный гражданин Российской Федерации, да, принять участие, например, в каком-нибудь рейде общественной палаты как раз-таки? Конечно, нужно просто выйти с этим, с этой инициативой. Конечно. Это согласно федеральному закону. Каждый гражданин имеет право участвовать в общественном контроле, как сам лично, так и в общественной организации. То есть для этого не нужно заполнять там какие-то безумное количество документов, подавать заявки и так далее. Просто вышел на улицу, допустим, заранее там с общественной палатой связался, да, узнали, уточнили время и вместе согласовали, да, ну, чтобы банально встретиться. Мы понимаем, что это важный вопрос, и выезжаем вместе с этим человеком. А вот осуществляет как раз этот народный контроль только общественная палата. А он входит в состав комиссии в качестве эксперта. Ну, чаще всего, что касается гражданина, да, гражданин обращается в общественную палату, и по этому обращению происходит выезд, он связывается, и он присутствует, естественно. Я вас понял. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Разберемся». Сегодня мы говорим об общественном контроле. Наш телефон 508-86-84. Звоните, оставляйте свои вопросы, предложения. Кроме того, я напоминаю, что любые ваши вопросы, даже не касающиеся темы нашего сегодняшнего эфира, являются официальным заявлением в общественную палату Одинцовского района. Так что звоните, не стесняйтесь, не бойтесь. Постараемся прямо сейчас в прямом эфире вместе со всем разобраться. Давайте вернемся к нашей основной теме. Мы говорим об общественном контроле. Понятно, что общественная палата может куда-то выезжать, что-то проверять и так далее. Но если о правовом моменте заговорить, каковы инструменты, которые общественной палаты есть для того, чтобы надавить где-то на коммерческую организацию, если, допустим, о магазине или об аптеке речь идет и так далее. Если, опять же, на рейд, допустим, о незаконной продаже алкоголя в позднее время, мы говорим, не может же общественник просто приехать и запретить, тебе нельзя продавать и штраф, иди в полицию, плати. Как вот эта процедура выглядит? Я считаю, что рейд по алкоголю это очень серьезный как раз вопрос общественного контроля. И без представителей полиции мы на такие мероприятия не выезжаем. И такие же вопросы, это если, я думаю, наркомания какие-то, то есть вот такие вещи, которые связаны с правоохранительными органами, только совместно с ними. И они всегда, они с удовольствием идут на эту встречу, на вот этот контроль, потому что им нужны свидетели, понятые для оформления протоколов, уже общественники, уже здесь, и они готовы подписать акт и экспертизу, когда уже видят нарушение. Поэтому вот очень, очень важно вот это вот участие правоохранительных органов, и это серьезное уже мероприятие. По каждому мероприятию общественного контроля должен быть составлен акт, да, и если на объект выехали, объект может попросить это так, то есть в каком решении были приняты. Я хотела еще рассказать, как бы, может быть, даже примеры, да, общественных организаций. Давайте, обидеть, сейчас расскажите, пока премию, я предлагаю звоночек отношения к зрителям и перейдем к конкретным примерам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Жительница 6-го микрорайона. Меня Игорина Владимировна. У меня вопрос такой. У нас, опять же, на платформу Баковка, ну, в сторону станции Баковка, была в свое время хорошая, аппартированная дорога, в общем, цивилизали. Когда построили Довинчи, естественно, все это нарушили, и теперь получается, что мы ходим вокруг Довинчи, то есть фактически по отмостке. И вот когда идешь, идешь под окнами, когда был снег, и начинал он таять, снег просто падает на голову элементарно, потому что дорожки там... Представьте вопрос, у меня есть мошка. Это понятно. Мы построили детский сад. Вот между забором детского сада и вот этой отмосткой получился пустырь. Но нельзя ли сделать нам там дорожку? Понял, Галина Владимировна, ваш вопрос. Спасибо большое. Телефон, что поставили. Телефон, конечно, мы сейчас запишем. Я так понимаю, что комиссия по ЖКХ наверняка заинтересуется. Да, это их вопрос. Тем более, Довинчи сейчас этот объект под контролем, комиссия, они как раз проводили недавно большую встречу с жителями, и там очень много вопросов, с которыми работает этот объект на общественном контроле уже сейчас. Это им как раз в дополнение пойдет вопросик. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Действительно, насколько я понимаю, действительно, очень много работы общественной палаты связано с выявлением поездными рейдами, с встречами, с инициативными группами и так далее. Я предлагаю сейчас посмотреть материал о том, как как раз-таки представители общественной палаты выезжали, то, о чем мы говорили с вами, на рейд по контролю продажи алкогольной продукции именно в ночное, вечернее, позднее время. Уважаемые телезрители, предлагаю посмотреть, как все проходило. В общественную палату регулярно поступают жалобы от жителей о том, что рядом с их домами после 11 часов вечера ведется продажа алкогольной продукции. Общественники вместе с сотрудниками полиции отправились в рейд сразу по нескольким адресам. В палатке по улице Садовой, 22, бойко торговали пивом, и продавец, не раздумывая, продал заветную бутылочку подставному лицу. По факту было зафиксировано административное правонарушение. Владельцу палатки грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, эту торговую точку штрафуют за продажу алкогольной продукции уже не первый раз. Дальше участники рейда отправились на Можайское шоссе. Но то ли фотокорреспондентов заметили вовремя, то ли чутье продавцов не подвело. Но здесь нам алкоголь не продали даже за тройную цену. Акция проходила не только в Одинцово. Много жалоб поступило от жителей поселка Летний отдых. Именно туда направились члены общественной палаты и сотрудники полиции. Единственный круглосуточный магазин на весь поселок. Здесь алкоголь можно купить в любое время. Бутылку водки нам продали, без особых вопросов. Увидев сотрудников полиции, продавец отказалась от каких-либо комментариев и не хотела общаться ни с прессой, ни с полицией. Но отвечать за правонарушение все же придется. Сегодня в ходе проведения мероприятия с сотрудниками полиции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская совместно с членами общественной палаты в ходе проведения данного мероприятия выявлено два факта нарушения федерального закона 171, а именно реализация алкогольной продукции в неустановленное время. Руководители данных торговых объектов будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.16, ч. 3, что предусматривает административный штраф на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на общество с ограниченной ответственностью от 50 до 100 тысяч рублей. Был составлен протокол. Понятые расписались. Штраф на общество с ограниченной ответственностью Мегарон может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Дорого обойдется компанией продажа одной бутылки В помощь журналистов, членов общественной палаты, я думаю, эти рейды проводятся очень даже эффективно. Совместные рейды общественников и полицейских планируется сделать регулярными. В нашем районе достаточно круглосуточных магазинов. Порядок должен быть наведен в каждом. Ну что же, вот так проходили рейды, касающиеся именно продажи алкогольной продукции. Тем временем у нас в студии новый гость. Приветствуем Людмилу Сергеевну Седлову. Здравствуйте. Людмила Сергеевна у нас также член комиссии, которая занимается социальной политикой. Людмила Сергеевна, Светлана Геннадьевна, вот вопрос по такого рода рейдам, которые вы организовывали. Скажите, опять же, у вас, я так понимаю, были какие-то жалобы, да, судя по тому, что вы сегодня говорили, именно на эти точки, правильно? Да, мы собирали объекты, по которым получены были жалобы о торговле в ночное время и о других нарушениях, связанных с алкоголем. И сразу скажу, что договоренность была о рейдах с сотрудниками полиции, но объекты мы озвучили уже прямо, когда ехали уже на место. То есть сотрудники очень ориентируются быстро, едут именно по обращениям, им не нужно какой-то дополнительной информации, очень гибко работают. Это хорошо. Удивила, причем неприятно удивила информация о том, что вот некоторые эти торговые точки уже не первый раз штрафуются. Получается, что это, в общем-то, как-то и не работает особо для них? Я бы не сказала, что не работает. Это частный случай, большая такая настырность конкретно. Да, это первое, это частный случай. А во-вторых, работает не только для этих объектов. Благодаря СМИ и освещению этого мероприятия, это работает для многих других объектов, которые осуществляли. Потому что если мы там выбираем 3-4 объекта, на которые можно поехать на рейд в эту ночь и на следующее, то дальше мы их обзваниваем жителям и подтверждаем, действительно, тем, кто автором обращения, действительно, есть ли еще эти нарушения. Большинство их снимается после таких рейдов. Я вас понял. Это результат. Давайте вернемся к нашей сегодняшней основной теме. Это общественный контроль. Насколько мне известно, не так давно, 3-го буквально февраля, Главное управление социальных коммуникаций у нас встречалось в районе как раз-таки с общественными организациями. И представители, конечно, общественной палаты также там присутствовали. Скажите, в принципе, о чем шла речь и какие выводы общественная палата для себя вынесла? На этом, можно сказать, даже форуме, да? Да. Встреча с представителями правительства Московской области. И общественными организациями. Как раз вот речь шла об НКО, создании реестра об общественном контроле, о законе, об общественном контроле Российской Федерации. И как он должен проводиться общественными палатами. Местными. Местными, региональными. Муниципальными. Муниципальными. Ну, местными, я имею в виду. Так. То есть, как раз-таки, в общем-то, там и озвучили тот момент, что любой человек с улицы просто так прийти и контролировать не может. Да, да, да. То есть, для общественных организаций еще раз подчеркнули, что общественный контроль может быть только общественной палатой и призвали к сотрудничеству, в принципе, о чем мы сейчас говорим. А изменилось ли что-то после этого как раз-таки именно для общественной палаты района? Насколько вот я вижу со стороны, вы, в общем-то, как работали, так и работаете. То есть, это скорее консультация была для других организаций. Я уже говорила о том, что мы укрупняем эту работу, да, и создаем совет общественных организаций. И некоторые общественные организации у нас уже активно работают, как, например, организация Людмилы Сергеевны. Поэтому, я думаю, она может об этом рассказать. А я скажу как раз вот в том, что именно благодаря общественной палате Одинцовского муниципального района решаются очень многие вопросы инвалидов и детей-инвалидов. Это и реабилитация, и обеспечение льготное и лекарственное, и создание доступной среды, и обеспечение техническими средствами реабилитации и средствами ухода. Потому что очень много бывает запросов, организация наша, сами понимаете, не в состоянии... Ну, Людмила Сергеевна, да, после уточнения, он с руководителя Одинцовского района организации Всероссийского общества инвалидов. Поэтому и не понаслышке знает все эти проблемы. Да, а вот общественная палата очень даже помогла вот по этим вопросам, которые я назвала. Очень много решенных вопросов, а вот с лекарствами дорогостоящими, которые жизненно необходимы, именно через общественную палату, через нашу комиссию люди получили и сейчас получают. И вот и в этом году звонят, продолжают, мы продолжаем работать. А можно ли уточнить, я так понимаю, что это исключительно какие-то волонтерские благотворительные начинания именно представителей общественного движения ваших, правильно? Нет, мы работаем по уставу и по программе Всероссийского общества инвалидов и на основании законов Российской Федерации в общественных объединениях и прочее, прочее. Значит, наша задача, наша организация, основные задачи, это создание, вернее, содействие в создании условий для жизнедеятельности инвалидов и детей инвалидов. А жизнедеятельность представляет некий комплекс, что необходимо для жизни инвалидов. Елена Сергеевна, мы сейчас прямо буквально через минутку поподробнее об этом поговорим, пока давайте приймем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот к такому вопросу звоню. Неделю назад в вашей передаче поднимался такой вопрос о магазине «Магнит». Так. Вот прошло время, звонила женщина, жаловалась, что построили, честно говоря, ненужный магазин, как многие говорят. Дорога безобразная, уже и лестница там отваливается, лежат плитки. Обращались уже жители насчет этого магазина, как бы против были. Но, понимаете, как была ситуация неделю назад, так она и осталась. Там непроходимость, нечисть, лужи. Народ возмущен. И вот хотелось бы, конечно, задать вопрос даже нашему архитектору. Ну зачем ненужные такие здания строить в нашем городе? Ведь рядом магазин находится Дикси. Рядом здесь магазин Оливье. Зачем построили вот этот сарай ненужный, совсем ненужный? Я вас понял. Спасибо большое за звонок. Ну смотрите, некоторые моменты, которые вот прям сразу очевидны, даже мне, не членам общественной палаты. Во-первых, неделя, это действительно очень небольшой срок. За это время новую дорогу там проложить, провести реставрацию зданий и так далее. Совершенно непотильная задача, это очевидно. А во-вторых, насколько мне так со стороны кажется, собственно, «Магнит» — это сетевой магазин. То есть это исключительно частная организация, которая никак не связана с Дикси и так далее. Ну мы можем посмотреть вот эти вопросы все равно про... Ну в любом случае, Светлана Геннадьевна, хотелось бы, конечно, узнать, есть ли вообще возможность как-то вот сподвигнуть немножечко этот вопрос. В комиссии ПШКХ у нас была в прошлый раз. Отлично. Все. То есть я так понимаю, давайте сейчас, чтобы прям вот наш телезритель был с пониманием того, с чем он от нас уйдет, перезвонят ему и свяжутся по этому вопросу, то есть чтобы поподробнее вообще понимать ситуацию. Потому что если действительно имеется какой-то общественный резонанс, насколько я понимаю, это как раз таки то, что должно вас заинтересовать. Да, но что касается комиссии ПШКХ, они сейчас работают фактически в экстренном режиме. И, честно говоря, мы уже попросили помощь у общественности. У нас активно подключились к работе в этой сфере молодежный парламент. Это как раз о роли общественных организаций. И загрузка у них очень сумасшедшая. Они работают сейчас по очень серьезным вопросам. Но так как вопрос уже прозвучал дважды, да, мы просто отправим с пометочкой... По всей видимости, действительно, ажиотаж. Да, с пометочкой срочно и телефончик, пожалуйста, ставьте, пожалуйста. Конечно, запишем и вам передадим после фирмы. Хорошо. Светлана Геннадьевна, Людмила Сергеевна, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня приезжали. Вопросы общественного контроля, как я уже говорил, действительно весьма и весьма актуальны в нашем районе. Так что будем в дальнейшем вместе следить за тем, что у нас в районе происходит. И я надеюсь, что именно каких-то проблемных таких моментов у нас будет все меньше, меньше и меньше. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы говорили об общественном контроле, о том, что это такое, кто может его вести и о том, как вообще с ним обстоят дела в Одинцовском муниципальном районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Кроме того, вы можете обратиться напрямую к общественной палате нашего района на ее официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.